хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное ваше имя галкин сергей алексеевич подождение 1905 87 год сам я откуда родом сам я родом и саратовской области город балакова большой город город порядка больше 200 тысяч населения семья да детям жена и двое детей дочери сын сколько лет дочери у меня будет не так скоро шесть лет сына три года исполнилось контракт да когда подписали контракт ну и службу служу уже десятый год должность командира отделения отделения какого мотострелковая бригада старший сержант старший сержант когда зачем украина 24 февраля 24 февраля 1 день какое направление до сходили по направлению минимум не как бы точно не могу сказать потому что машина моем находился самое самое крайне вообще из всех машин вот было но откуда за черниговского черниговского ну а точнее русского черниговского когда попали прям попал и плен 1 марта задание какие ставить задачи ну по задачам так как глубокие задачи какие-то они не могут нам доводиться потому что ты знаю только командир такой основной какие-то задачи у нас просто как бы дается приказ там скажем ехать влево едем влево едем вправо едем вправо а такой конкретики какой-то а мотострелковое отделение что делал то есть какие то есть какие функции исполнили вот вы лично мы лично просто ехали охраняли команд который впереди ехал у нас там пока нет камаз с длинным был прицепом все обстоятельства взять и прям получается камаз сломался мы остались на его охране вот камаз водитель так и не смог починить вот и мы приняли ну командир с вами был командир зуда вот машин находился при нем принял решение чтобы мы попытались найти кого-нибудь из тех кто вообще ехал вообще во всех колоннах так как мы находились самые крайние вот попытался найти кого-то алибо что-то кого-то встретить но застряли на машине в болотах молотов застряли машину оставили машину сожгли и выдвинулись в пешем порядке в пешем порядке мы передвигались три дня по болотам по лесам ночевали также под открытым небом вот питались мы с хупайком который нас был с собой из машины и на четвертый день двигаясь около одной из поселков нас ну недалеко от поселка на какой-то был овраг окружила ну теробарон вот так мы попали в плен сколько на контракте получали до войны до войны получал я 47 тысяч заходи в украину что обещали мы я ничего я только уже узнавал в плену о каких-то добавочных там может быть деньгах потому что так как мы заходили ну вот получать 24 февраля и вообще добавочники деньгах мы ничего не знали на понял для вас это слово ли война лично для вас для меня ну как мы все военные да конечно там приказ 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 есть приказ мы выполняем свои обязанности но конечно было это неожиданно но вот эти как что вы видите что что мы попадем на территории другого государства вот смотрите вот у меня были ребята там на интервью да там 20-25 лет и они мне говорили что это все неправда все все понимали вот те которые люди говорят на камеру что они не понимали что заходит другое государство что типа их там везли и так далее все все понимали может быть как-то до кого как был доведен но смотрите у нас разница там 87 года так до рождения дал вам ваша мне на 6 лет но я не верю что как бы люди которые едут в колонии на тоже знаки это же видно но пресечение границы и так далее ну над полностью тупым нужно быть что захочешь другое государство нет я имею ввиду в плане того что это было внезапно ну как бы вообще ну ну как внезапно вы где дислоцировались до этого но узнали мы только 24 февраля нет до этого до этого где вы стояли до 24 февраля брянской области брянской области да это приграничная область украины правильно весь мир знал что около границ украина сосредоточена группировка 150 тысяч и весь мир говорил что может быть война но уже может быть как бы но россияне как бы они не спрашивали вот зачем мы здесь находимся около границ украины вот солдат солдат но то есть вот там пацаны по 20-25 лет они мне говорили вон на камерой там у нас записано что все понимали что что-то будет потому что такую большую группировку не нужно держать около границ более того со страной которая слабее на то время было военном плане понимать это одно когда дойдет дело до приказа и это уж как бы другая вещь находиться у себя сяну вдоль на границе какие-то могут подразделения могут находиться потом их могут вывести обратно увести в пункт постоянной дислокации домой скажем так могут перевести куда-то дальше на учение какие-то совместные на может быть белоруссию так тут даже и мне кажется не зависело от того сколько ты прослужил и какую должность это только на сразу армию выбрали послесрочка это понял да после срочной службы ну да почему армию ну во первых это потому что как бы стабильный заработок вот во первых карьерный рост если ты имеешь желание как бы и ты будешь стараться вот то ты можешь продвигаться по карьеру по карьерной лестнице ну вот отучиться выучиться стать офицером также предоставляется многие как выпуск но и тут того чтобы для себя я получить жилье вы получили жилье правильно я понимаю нет я еще нет а сколько оставалось что вы получили вы живете все на квартире да это служебная квартира служебную служебную жилье да служебное жилье да да и вот это я правильно понимаю что большинство мотив вот те которые там соединяются к армии это какие-то материальные блага да вот стабильная зарплата квартиры ипотека ниже и так далее да это как будут целая система так построена в россии да вот чтобы там ну как бы привлекать людей в армию ну чтобы была мотивация конечно как бы человека было мотивации а вот там когда мы возьмем население да другое там россии да вот какой уровень жизни ну уровень жизни по региону конечно будет все равно разница ну как говорится кто ищет тот всегда найдет по сути ну что значит разница вот здесь сидел человек на интервью он сказал что если так взять россии то 20 там процентов более-менее живут а вот 80 процентов это нищета то есть там ссорят концы с концами большинство я слабо знаю россию да то это я там смотрю иногда да то что там показывали российские блогеры как живется да но это ужас немного то что они показывают мегаполис например город большой миллионник да он будет соответственно жить побогаче нежели глубинки уже будут отдаленные вот и кто-то из глубины переезжает уже большой город но большинство россиян они чтобы иных с которыми я говорил да и то есть как бы единственный шанс что-то там жизни иметь это армия мы не говорим там о каких-то глобальных вещах там путешествовать например как-то развиваться просто чтобы более-менее нормально покушать иметь как бы единственный шанс в жизни там где-то не вырваться это это армия ну получается так да как бы многие молодые парни молодые люди выбирают службу еще раз вопрос для вас это сло или война ну на данный момент получается война а вот россияне всегда говорят получается да вот что значит это слово да вот есть вещи на которые там четкие ответы есть вы сомневаетесь в этом что это война нет я не то что сомневаюсь просто я никогда такого не видел дело вот в этом все путина вы поддерживали поддерживать вам еще там нету сорока там 33 года но до 33-34 где-то так но всю свою сознательную жизнь фактически вы выросли под путина это президент которого вы помните вы шли голосовать уже был пути на голосование ходили ну голосование конечно ходили мы но каждые выборы они соответственно это выбор человека лично как бы осознательно ну путина вы вот его политику как бы поддерживать но получается как сказать вам то что когда например я еще ну когда президент наш пришел к власть вот определенные перспективы то были ну как бы по развитию страны вот такой таких моментов вот насчет войны конечно это то что происходит сейчас на украине не знаю вообще что сподвигло на это но интересуетесь политикой я не верю что вы не действуете ну кораницы и полтора года до вообще-то полномасштабом это вторжение тоже сейчас года полторы на телевизор вообще не смотрю потому что я круглые сутки столько мультик так как двое маленьких детей я приду с работы они смотрят мультики ухожу они уходят садик прихожу они опять смотрят мультики и смотреть то что там по телевизору если на что-то нужно я наберу в телефоне посмотрю для себя новости конкретные что-то выбирая не именно зациклюсь на одних новостях а имею выбор чтобы можно было сравнить не с одного канала смотря вы ездили куда-то в другие страны нет пока мне не довелось почему ну не знаю свои заботы хлопоты какие-то а хотели бы увидеть как живут другие люди ну когда не дай бог придет время а почему не могли ездить в другие страны вот что значит там забота хлопоты у меня тоже забота хлопоты ну это понятно да как бы это не факт того что как бы ну не фактор того что ты можешь не как бы выехать за свою территорию как бы своего государства почему не можешь ну наверное может быть или по финансовой возможности то что не всегда это как бы складывалось у вас двое детей да вы бы хотели чтобы они жили вот вы видите свое будущее или свои детей в России ну я для этого все сделаю это мои дети чтобы они жили нет вопрос в другом вот вам нравится те обстоятельства в которых вы живете да вот ваша жена и так далее чтобы ваши дети жили в такой же стране ну как говорится выбор у нас небо не велик выбор всегда в жизни есть всегда ну я согласен да выбор он всегда есть ну будем стараться все зависит от меня от моей жены большинства у меня вопрос в другом ну у меня вопрос в другом он нравится Россия в которой вы живете хорошо я по другому поставлю вопрос Россия свободная страна получается как бы и нет и да хорошо нет почему нет не всегда как бы ты можешь в рамках закона ну как бы высказаться свое мнение то есть свободы слова нет ну да получается почему да ну то что ты не имеешь права к слову не нет вы говорите и да и нет да нет то что нету свободы слова то есть в России нету демократии правильно я понимаю ну получается так да а вы говорите что можно сказать и да что она свободная страна в чем типа она свободная ну свободно ну как у тебя все равно перспектив как бы много я говорю зависит от каждого человека если кто ищет он всегда найдет захочешь ты ты будешь развиваться ты будешь для себя жить более благоприятно хорошо вот чем вы гордитесь что такое сделала Россия для мира для мира за последние двадцать лет которые Путин чем вы как россияне можете говорить я хотел бы чтобы не забывали про то что когда производить происходили какие-то где-то других странах происходили какие-то глобальные к там ну катаклизмы были там например наводнения цунами и так далее то что наши министерство чрезвычайных ситуаций она буквально на первых порах она попадала в эту страну и оказывалась ту помощь которую могли мы предоставить это делали другие страны мы говорим о вещи которые вы как россияне можете гордиться своей страны то что за последний ну вообще за какой период за 20 лет пусть будет когда распасться советский союз ну я только вот такой вот такие вещи привел то что по поводу когда не помощь это делают регистра ну большинство в то время это как бы видел у нас ну не знаю ну я вам там примером могу навести да вот немцы там гордятся автопромом да в размере ездили машинах да когда мы говорим о америке это технологии да это интернет компьютеры и так далее они это дали все миру да итальянцы у итальянцев там это мода дизайн да так же большие концерны фиат тоже у них да на которых тоже ездит пол мира ну пол европы пусть будет да вот французы да это тоже автопром технологии ну хорошие врачи хирурги тоже есть да но что чем вы годитесь своей страной как что то что такое типа сделала россия за эти последние 30 лет прорыв в чем ну как то было все на своем на одном там жур в принципе такого сильно глобальных прорывов то не было и почему ну как говорится я не такой большой человек чтобы наверное все как бы из таких маленьких людей вот вы говорите а сейчас я вас прошу почему я спрашиваю поддержите или не поддержите политику путина вот вы зашли в другую страну да из таких маленьких людей как вы делается большая политика мировая из таких там солдат сержантов рядовых младший офицерский склад старший офицерский склад вы рука кремля здесь ну мы как исполнительное лицо но как говорится мы мы пришли служить исполнять долг не то что долг а то что мы служим ты пришел ты понимаешь с чем у тебя связана работа твоя хорошо с чем связана ваша работа связана с заходом в другую страну вот но никто же такого как бы не ожидал все выполняют как у нас по приказу есть приказ как говорится но они как бы чем для вас здесь 9 мая здесь именно вообще в целом что вообще вот в россии чем для вас 9 мая ну как я вырос на сонной истории на всем этом это рассказывать от ветеранов которые еще оставались живы которые до последней живы 9 мая это победа можно сказать ну как велика отечественная война была точно вот когда-то там были все вместе все народы были вместе против фашистской германцизма да то есть это была защита своей страны да я знаю что как бы в россии это там супер праздник как бы самое большое действие да там выходят парады путин все время вещает это понятно да россия россия этим гордиться да в украине мы праздную 8 мая это день примирения мы помним о том что сделали наши предки украинцы украинцев очень много погибло во второй мировой войне много миллионов и мы у нас есть это память мы это чтим и не хотим этого повторения да у нас нету лозунгов можем повторить на берлин да мы умные люди как нации мы не хотим больше войны да россия это немного по-другому да на берлин вот это все да это ну как бы воевали вместе победили нацизм да как бы за там за русского есть какое-то логическое объяснение почему например вот россияне гордитесь дедами которые воевали и советской армии да которые также воевали украинцы да сейчас я вас спрашиваю уже как российского военного чем вы гордитесь своей армией ну на данный момент конечно после вторжения как бы не знаю чем гордиться это вы искренне говорите да то есть вы понимаете что сколько горя такие солдаты как бы принесли этой стране я понимаю этому народу я понимаю и все деньги все деньги вот с кем я не говорю ну я понимаю что финансовым стимулом были деньги то есть стимулом в большинстве случаев были деньги потому что как бы россияне ничего не хотят не хотят изменить своей стране стерилизу другую за деньги людей нету какого умышления каких-то ценност все говорят нацистов нету большинство из них даже не может объяснить что такое нацизм и так далее в стране освоение свободное они ничего не хотят поменять но они не лезут помогать украинцам в чем я просто не понимаю может быть та информация которая нам мы людям поступала на протяжении какого-то определенного времени то что делает скобеев соловьев это преступление тоже не знаю как они чем они мыслить вообще как бы я не могу мозг залезть и преподносит это пропаганда это пропаганда за деньги за большие деньги за большие деньги они рассказывают о плохом западе зато у соловьева виллы есть виталии подожгли там не знаю несколько месяцев назад то есть люди гонят на запад но они хотят жить как на западе большинство русских политиков зарабатывать деньги на таких как вы вот на этом всем сто 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 сорока миллионов быдла которую они считают но зато они хотят иметь недвижимость за границей и жить как за границей до сто сто сорок лимонов плебса вот идет как на убой здесь ничего не думают все говорят мы маленькие люди почему россияне не хотят что-то изменили все остальные а лезут другое у меня вопрос просто может быть хотят многие что-то изменить в лучшую сторону ну как бы сказать обычно я говорю многие может быть хотят как бы людям ну не знаю или не знаю может быть менталитет такой со временем сложен как-то хотите сказать что-то украинцы укрепиться к ним ну и да я бы конечно хотел сказать попросить прощения за тот причиненную боль страдания все там подобное что происходит происходило и продолжать происходить на территории Украины ну как говорится я сейчас говорю за себя за всех я не могу сказать Гасян обходите что-то сказал каждому гражданину Российской Федерации я хотел бы сказать что мы думали каждый более объективно